О том, что у сына аутизм, Ирина с мужем узнали 11 лет назад, когда мальчику было 2 года. Женщина призналась, было сложно. В основном потому, что о проблеме тогда практически не говорили. Общество мало что знало о так называемых детях дождя. Информации было мало. Не был еще так распространен интернет и вся вот эта система. К сожалению, мы узнавали по крупицам, вплоть до того, что, знаете, мы приезжали в Москву сдавать анализы по генетике. И я бежала покупать книжки, узнав заранее, где их можно купить, потому что доступа в интернете к этим вещам еще не было. Позднее инициативные мамы объединились в сообщество. Сейчас это региональная общественная организация «Дети дождя». Впрочем, проблемами нарушения развития аутистического спектра занимаются и другие, как некоммерческие структуры, так и государственные учреждения. Работает школа обучения родителей, где мы как раз таки уже выявляем детей в раннем возрасте. Они направляются к нам и совместно с поликлиниками мы работаем в части реабилитации ребенка. В части департамента образования, департамента также социальной защиты. Работает школа по образовательным маршрутам. Значит, работа на дому, работа в социальном учреждении и работа в школе. Дети обучаются в школе, потом школьный автобус их привозит к нам для непрерывного реабилитационного процесса. Сегодня в Югре 263 ребенка с диагнозом нарушения развития аутистического спектра. Но, как отмечают специалисты, на деле семей, воспитывающих таких детей, кратно больше. Это дети особые, они другие, они иные, они по-другому видят мир. Хуже или лучше, не нам с вами судить. Главное, чтобы они были счастливы. И задача нас, всех специалистов, помочь им быть счастливыми, им и их родителям. И в первую очередь, на первом плане должна стоять абилитация и социализация этих детей в обществе. Чтобы поддержать таких детей и их родителей, Сургут по традиции присоединился к международной акции «Зажги синим». На площади перед филармонией горожане запустили в небо тысячу синих шаров. Антонина Новикова, Анна Марченко, Вячеслав Шаркунов. Сургут Интерновости. Антонина Новикова, Антонина Новикова.